Не важно, что ты думаешь сегодня, не важно, что творится внутри тебя, важно, что сегодня говорит Бог. Аминь! Аллилуйя! Сегодня у нас есть слово, хочу поделиться, голос Божий. Но, знаете, это один из важнейших моментов нашей жизни, что мы слышим сегодня, кому мы слышим сегодня, как мы слышим сегодня. И Господь хочет, чтобы мы сегодня слышали голос Божий, потому что если ты будешь слышать голос Божий, ты никогда не будешь ошибиться. Ты пойдешь за этим голосом. Хорошая тема, да? Я хочу вопрос задавать, кто слышал Божий голос в своей жизни? Очень хорошо. По-разному, да, можно сказать? Господь приходит через ангела. Если будем читать Слово Божие, так по-разному Он говорит во сне, сновидения, через пророка, через человека, через Библию, через вообще, можно сказать, ослика. Но это был один такой момент, что, знаешь, животный разговаривал с такими языками, как ты и я. Господь по-разному говорит, разное место, разное время. Так что не надо, что мы, знаете, вот так, раз так сказали, но самое главное то, что Он говорит в нашей жизни, это Библия. Это полностью истина, и истина, что Сам Бог говорит. Бог говорит через молитву, когда человек молится. Мы знаем, есть такие примеры в Библии. Очень, вот если ты читаешь Библию, ты видишь, как интересно Он говорит. Самом сначала Он говорил с Адамом. Он говорил. Он говорящий Бог. Иногда, знаете, вот мы думаем, что, ну, наверное, последнее время. Нет, Он говорит. Просто мы должны слышать голос Божий. Амин. Давайте будем сейчас и с Ветхого Завета, и с Нового Завета посмотрим, как Бог говорит. И это очень важно, как говорит сейчас в нашей жизни. Потому что я знаю, что каждого из вас это нужно. Не так ли? Амин. Смотрите, Римлянам 10, 17, Слово Божие говорит, да? Вера, Ад, что? Слышанья, Слово Божие. Если я сегодня не слышу, моя вера не придет на это. И я не могу получать это. Знаете, не будем, знаете, вот так вот половина верить, половина не верить. Нет, если ты слышишь, тогда твоя вера приходит на это. И тогда ты видишь Божий ответ. Это очень важно, то, что в моей жизни очень-очень-очень много-много-много раз я это видела. Я человек, который люблю сказать, тогда дай слово мне. Очень редко, что Бог мне слово не дал, и я поторопилась. Я видела у шерп. Я не видела там Божьей руку. Было такое тоже, много раз тоже было, что я не слышала. И так как царь Саул поторопился принести жертву, очень часто мы торопимся, вот так и приносим жертву, не ожидая Самуила, Слово Божие, то есть Самуил тогда был Слово Божие, Пророк Божий. Потому что то, что Господь говорил через Самуила, произошло в Израиле. Он был истинный Пророк, то есть Голос Божий. Амин. Это очень важно, чтобы сегодня церковь это знала. Если я верю, значит на самом деле я слышу. И придет Слово Божие на это. И придет на это опять-таки моя вера. И тогда будет прекрасная гармония, вера и Слово Божие. И ответ Божий. Амин. Аллилуйя. Очень часто мы говорим, ну я же Слово просил, Бог не ответил. Жди. Жди. Ничего. Он знает. Это мы торопимся. Хотим иметь быстро или не иметь что-то. Жди. Вот это от нас зависит, не от Бога. Бог знает, когда и какой час, какое время придет. Амин. Аллилуйя. Итак. Слава Богу. Давайте открываем Диане Святых Апостолов 2.17. Аллилуйя. И будет последние дни, говорит Бог. И залю от Духа Моего на всякую плоть. И будут пророчества, сыни ваши, дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемые будут. И видения, и сновидения, и пророчества – это есть голос Божий, если дает Бог. Дело в том, если дает Бог. Амин. Аллилуйя. Я хочу, чтобы мы открывали Иоанна 10, 10 глава, 4-5 стих. Чтобы услышать голос Божий, надо знать, верить, что Бог разговаривает. Слышите, что я говорю? Чтобы мы знали, что Он разговаривает, чтобы получать это, чтобы ожидать это, чтобы принимать это. Мы должны обязательно знать, что наш Бог разговаривает с тобой. В твоей ситуации. То, что есть. То, что ты сейчас, в данный момент находишься. Я не верю, что здесь есть человек, который не находишься в каком-то ситуации. Не так ли, церковь? Я нахожусь. И я нуждаюсь слышать Его голос. Почему? Когда я буду слышать Его голос, моя вера придет там и будет действовать там. И я увижу Божие действия уже. Уже не голос, а голос и действия. Аллилуйя. Нам это очень нужно. Поверьте, что это нам нужно. Амин. Аллилуйя. Итак, Иоанна 10, 4-5. И когда, и когда Вивидет своих овец, идет перед ними, а овцы за ними идут, потому что знают голос Его. Пятый. За чужим же, посмотрите, есть чужие голоса. Есть. Может обмануть. Может говорить. Можем принимать, если не будем бодрствовать. За чужим же не идут. Но бегут от Него, потому что не знают чужого голоса. Не дай, Господь, что мы попали на чужие влияния. На чужой голос. Это знаете, да, кто такой? Это бесы. Это бесовской дьяволский голос. Не дай, Господь, Бог. Амин. Но Он наш пастырь. Мы знаем, каждый рожденный от Бога знает, что Иисус Его пастырь. И мы идем за Иисусом. И мы идем за Его голосом, потому что мы знаем. Слово Божие говорит, что Его Дух свидетельствует нашего Духа. Знаете, это не то, что мы запутались и сказали, слушай, теперь не знаю, Бог, не Бог, дьявол, человек. Нет. Его Дух, то есть Дух Святой, свидетельствует нашему Духу. Знаете, обязательно. Если мы будем читать Библию, очень многое будем знать. Очень многое. И тогда Сатана не может тебя обмануть. Ты уже поймешь, чей голос чужой или наш, или свои. Амин. Аллилуйя. Итак, давайте еще читаем Иоанн 10, 14, 15. Иоанн 10, 14, 15. Хорошо. Я есен пастырь добрый. И знаю моих. То есть знает, как разговаривает с нами. То есть его интересы есть, чтобы истинным образом разговаривал с нами и своих. И мы поняли нашего хозяина, нашего господина, нашего Бога Иисуса Христа. Аминь. Аминь. И далее. Как отец знает меня. Нет, давай 14 стих, я не закончила. Я есен пастырь добрый. Как отец знает меня, так и я знаю отца. И жизнь мою полагаю за овец. Посмотрите, такое сравнение. Как отец знает меня, так и я знаю отца. И жизнь мою полагаю за нас. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Поэтому нам нужно просто там, знаете как, практиковаться там, его в голосе. Да, он говорит, стопроцентно он говорит. Очень разными путями он говорит. Знаете, он знает твой и мой уровень. Стопроцентно. Он знает, как с тобой разговаривать. Очень часто люди рассказывают духовные сны. И ты знаешь, хотя я никогда не истолковала и не знаю, что это такое, но когда человек разговаривает, я говорю, слушай, явно Бог говорит с тобой. Потому что очень часто он говорил во сне. Книга Иова, очень интересное место есть. Давайте я прочитаю сейчас. Книга Иова, это 33 глава, 14 стих. Со 14. Бог говорит однажды, и если того не заметят, в другой раз во сне, посмотрите, явно говорит, что во сне Бог может разговаривать с человеком. Аллилуйя. Во сне, в ночном видении, в ночном видении, сон и видение совершенно разные вещи. Кто видел сон духовный, что явно знал, что это Бог. А кто видел это видение? Видение. Я видела видение. Это, знаете, это очень реальный вид. Это, в общем, не могу так объяснить. Но я видела, и до сих пор это видение в моей жизни действует. Я видела это 25 лет тому назад, даже я не знала, как. Когда я подошла к пастуру, я говорю, я такое видела, у меня открытые глаза, у меня дом исчез от меня. Мы с мужем сидели, разговаривали. И как-то исчез. И я видел другой мир. Говорит, это видение. Бог тебя зовет на служение. Я объяснил, как видел, что видел. Говорит, да, ты будешь служить Богу. Я говорю, я буду служить Богу. Говорит, да, ты будешь. Это было видение, открытое видение. Вот так сидели вдвоем, разговаривали. Я его не видел уже. Исчез эта комната. И я видел огромное волна моря. Иисус, стоящий на этом волне. И ходатайствовала за этого погибающего мира. А там были на берегу, я сказала, я, ну, господи, забыла. Кангнелей. Стояла. Господи, да. Да, так тоже бывает. Стояла там. И там, видите, столько мне помощников. Слава Богу за вас. И там были большие, маленькие камни. Это погибающий мир, неспасенные люди, как мне сказали, истолковали. А Иисус стоял на волне, и Он ходатайствовал за погибающий мир. И вот эти моменты, то, что я рассказывала, говорят, это твоя служение, это евангелизация, это служение евангелизации. Я вообще не знала, что, как, чего, но так было в самом начале, как только я крестилась Господь. И вот я видела такое видение, можно сказать, один раз, видение. Это очень важно тоже. Бог говорит. Конечно, я тогда не знала Слово Божие, чтобы Господь говорил, и я начала истолковать или как-то. Я только-только, знаете, вот имела Библию в руках и пока не читала, не могла читать сначала. Хорошо. Ладно, мы идем дальше. Значит, 10 глава 14, а, Иов, читаем Иов 33, 14. Бог говорит однажды, и если того не заметят, другой раз во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе. Посмотрите, как Господь может посещать человеку и говорить сердце человеку. Это не сказка, слава Богу, это реальность. До сих пор Бог хочет говорить с тобою и со мною. Аминь? Аллилуйя. И далее, 16. Тогда Он открывает человека ухо. Это не это ухо открывает, это Дух твой открывает. Чтобы ты по духу услышал Бога. Хотя очень часто Он говорил голосом. Он когда говорил с Самуэлом, Он был подростком. Три раза Он говорил. Говорили Его имя. Самуэл. Самуэль не понимал, потому что Он был отроком. Он не знал этот голос. Только-только Самуэль должен войти в свое признание, призвание. А Илья, он знал Божий голос. Он знал и начал учить Самуэла наставлять, что это Бог. Если придет, скажет, да, Господи, я здесь, слушаю Тебе, говори со мной. И так далее. Он учил, как говорить с Богом. Господь может через голосом тоже говорить. С кем разговаривал через голос? Я верю, мало людей, но да, нормально это. Это очень нормально. Не каждый раз, знаете, вот он будет голосом. Вот посмотрите, один раз Самуэлом говорил, он по голосу. Голосу, вот так, знаешь, вот так. Остальные моменты, как пророка говорил. Сердце может быть говорил, может быть по-разному, как по-пророчески. Открыл, говорил. Но по голосу Бог может говорить. Я думаю, что судьбоносные, интересные моменты, жизненные, он может говорить по голосу, чтобы мы могли открыть наше ухо внутреннее и слышать Богу. Аминь. Аллилуйя. Итак, давайте еще открываем Иоанна 10, 27. Посмотрите, настолько важно это, слышать Его голос, что в одном главе три раза Иисус говорит. Тогда Он открывает у человека. Он-то... 10, 10. Я же, видишь, могу сразу читать. А как же? Ладно, давайте я стараюсь. Давайте. Овцы мои, говорит, слушаются голоса Моего и знают, и они идут за Мною. Овцы мои слушаются голоса Моего, и я знаю их. Заметьте, здесь не только мы знаем Его голос. И Он говорит, и я знаю их. То есть Он знает, что мы слышим Его голос. И они идут за Мною. Настолько это важно, что Иисус учит. Это учение Иисуса Христа, как слышать Его голос. И как идти за Иисусом. И как не идти за чужом. Ведь есть чужой, который хочет привлечь тоже людей, чтобы они поделывали, пошли, чтобы они слышали. Но Иисус, Слово Божие, говорит, знает своих. То есть ты и я, каждый рожденный ребенок от Бога, который рождене от Бога, это Дитя Божие. И он может слышать голос Духа Святого, голос Бога. И он может полностью понимать, что говорит Бог. Невозможно, что ты Дитя Божие, и ты не понимаешь это, и ты не слышишь. Да, я понимаю. Может быть, знаете, как человек, наше хотение идет впереди нас. Поэтому мы можем не слышать его голос. Мы хотим это, мы желаем это. Мы знаем, что на самом деле Бог даст нам. Но, знаете, есть определенный момент в нашей жизни, что должно идти Слово. Если Слово не идет впереди нас, мы очень трудом будем пройти этот путь. А когда Слово идет впереди нас, мы можем знать его так, как меч обоюдоострый, взять и идти вперед. Поэтому любое дело, то, что происходит в нашей жизни, мы должны просто слышать его голос. И это, говорите, возможно друг другу. Это возможно. Это очень возможно. Знаете, только люди, которые ленятся, они могут не трудиться над этим. Но здесь тоже надо труд. Здесь тоже надо, знаете, вот так вот, работать над этим. Посмотрите, есть в Библии один интересный момент. Я сейчас считаю, это 9 глава Дианис Святых Апостолов. Помните, когда 9 глава, 9 стих, когда апостол Павел уже был слепим, ослеп, и дома сидел, и посмотрите, что случилось. И три дня он не видел, и не ел, и не пил. Это речь говорит апостол Павле, когда он был в Дамаске. В Дамаске был один ученик именем Анания. И Господь в видении сказал ему, посмотрите, в видении приходит Анания и говорит, это Новый Завет, то, что я читаю. И Господь приходит в видении Анании и говорит, Анания, он сказал, я, Господи. Посмотрите, диалог идет. Иногда часто говорит, Бог так не говорит так долго, а говорит, я сейчас буду читать, как долго говорит, и как Анания отвечает. Понимаете? Анания говорит, он сказал, я, Господи, то есть знает голос, Анания знал этот голос в своем молитве. Видимо, он был молитвенным человеком, я так понимаю. Почему я сначала сказала, что Господь может в молитве говорить явно? Вот. Аллилуйя. Господь же сказал ему, встань, пойди на улицу. Смотрите, как Бог говорит, адрес дает. Бог говорит и дает адрес Ананию. Возможно это или нет? Скажите. Возможно. 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 Мы верим. Аллилуйя. И пойди на улицу, так называемую, прямую, и спроси в иудином доме Тарсянянина по именем Савла. Все четко говорит Господь. Знаете, почему он все знает? Аллилуйя. Он теперь молится, говорит в ситуации Павла. Все говорит Господь, потому что он везде слушает, он везде видит, слышит. Аллилуйя. Он теперь молится. И видел и видение мужа, видел видение мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руки, чтобы он прозрел. Посмотрите, как четко Господь действует и с Павлом, и с Ананием. Понимаете, нету противления, противоречия нету, когда Бог дает слово, когда Бог что-то делает. Да, сатана может препятствовать, я ничего не говорю, но когда он делает, сам Господь себе не препятствует. Нет. Вы понимаете, да, что я говорю? Это не то, что он слово дает и препятствует на это слово. Нет. Такого нет. Он четко работает. И далее, посмотрите. Тринадцатый. Она не отвечал, Господи, я слышал от многих о сем. Посмотрите, какой разговор идет. Длинный, долгий разговор. Бог с человеком. Она не отвечает, Господи, я слышал от многих о сем человеке. Сколько зла сделал он святым твоим в Иерусалиме. И тут же начинает говорить, какой он человек, этот апостол Павел, до этого. А Бог знает об этом. И что Бог говорит в 14. И здесь имеет от первосвященника власть взять всех, призывающих имя твое. Все рассказывает Ананя Богу в своем видении, в своем молитве. Посмотрите, Бог говорит сегодня. Говорит. Я знаю, есть такие моменты, что Бог говорит в жизни такой важные моменты, судьбоносные в жизни человека, что Бог по-особенному, вот как сейчас. Это был очень сильный момент в жизни этого апостола Павла. Это был очень сильный момент. Во-первых, Ананя боялся от этого человека. Бог должен утешать и говорить, иди, не бойся. Иди, говори, делай то, то, то. Он сейчас молится, я знаю, он мой раб, он мой человек, он будет апостолом Павлом дальше для нас всех. Посмотрите, Бог сегодня говорит. Просто мы должны слышать и знать, что это говорит Бог. Мы говорим знамения, правда? Знамения. Очень хорошо. Но если открывать книгу Гедеона, когда пришел знамение? Когда уже Бог слово дал Гедеону. Но не так, как, знаешь, сразу знамение Господь дал и все. Нет. Словом сначала посетил Господь Гедеону. Гедеон построил жертвенник. Даже имя в тот раз мы сказали, Господь мой мир назвал этого жертвенника. И потом, потом Гедеон сказал, Господь, пожалуйста, а теперь дай мне знамение насчет шерсти. Помните, вы все читали эту историю, поэтому я не хочу о Гедеоне. А мы сразу сейчас, дай мне знамение, Господь, знамение чудес. Да нет, нет. Слово дай мне. Вот. Самое лучшее. То, что никто не может разрушать это уже. Никто не может, знаете, вот так, пошатнуть его слово. Потому что его слово – это он. Это Иисус. Поэтому не бойтесь Богу просить. Дай слово Господь. Дай слово. Приди на мой жертвенник к словам твоим, Отец. Я хочу. Я хочу. И после этого, когда ты начинаешь, как Гедеон, это не стыдно, что ты знаешь, ты хочешь. Господь, скажи, на самом деле это так, Отец. На самом деле есть такой человек, Гедеон. И, слава Богу, Бог любовью сделал это. Он не сказал, ай-яй-яй, такой сомневательный человек, ты ничего не получишь. Нет. Гедеон хотел стопроцентно. Он очень осторожный человек. Если вы будете читать, очень классный человек. Он не такой экстремальный, как Самсон. Это вообще, это слов нету. Это Гедеон. Он очень мудрый человек. Слава нашему Господу Иисусу Христу, что мы можем до знамения просить тебе слово. Читайте слово. Понимайте слово. Даже когда ты читаешь Библию, Господь, говори. Скажите, Господь, говори со мной. Говори на мою ситуацию. Это твое слово. Я знаю, ты говоришь. Ты говорящий Бог. Вся Библия твой речь. В самом начале, начиная Адама, заканчивается откровение. То, что он пришел к Иоанну, апостолу Иоанну. То, что он пришел. То, что он говорил. То, что он показал. То, что он делал до сегодняшнего дня. Делает то, что он показал. Аллилуйя. Слава такому Богу. Он говорящий Бог. Знаешь, если мы так просто живем, что Бог есть и спасение дал и все. Знаете, вот это не движение жизненное. Это не жизненное движение. Жизненное движение. Когда знаешь вот так. Бог говорит с тобой. Ты говоришь. Бог говорит. Ты получаешь от Бога. Через веру ты идешь дальше. Ты получаешь. Еще получаешь. Еще идешь. Еще спрашиваешь. Еще он слово дает. Слово. Никогда не делайте ничего без его слова. Потому что твоя вера не будет работать там. Это будет эмоция. Это будет неправильный фундамент. Рано или поздно разрушится. Разрушится. Это Божий принцип. Аллилуйя. Если бы так не было бы. Господь не доверил нам Библию. Новый Завет. Мы не слышали учения Иисуса Христа. Мы не слышали как он говорит. Овцы мои слушают голоса моего. То есть слово. Я говорю. Я говорящий Бог. Потому что вы мои овцы. Аминь. Это так. Это четко. Чтобы мы, знаете, это знали. Фундаментально имели в нашей жизни. Что Бог может говорить в любой моем ситуации. Аминь. Бог может и молчать временно. Помним историю Якова. Помните? Яков Иосиф молчал долгие годы. Вы думаете, Яков не знал Бога? Очень хорошо знал. Посмотрите, как он разговаривал Яковом. Сначала первый раз, когда он разговаривал, это было сновидение тоже. Сновидением разговаривал. Далее он посетил Якову. Даже он, когда, помните, когда он даже ночью был один, пришел ангел Господень и всю ночь он боролся. Через это он менял его имя. Яков стал Израилем, который боролся не с человеком, а Богом. Так можно сказать, потому что Библия так говорит. Посмотрите, как по-разному Господь говорит через ангела. Со мной была однажды одна история. Вы знаете, я рассказывала, но сейчас тоже хочу рассказывать. Однажды я только-только принял крещение, наверное, месяц три. Вот так можно, чтобы было все правда. Была эта зима, февраль месяц. Да, в декабре покаялась. Да, февраль месяц было. И там было неделю один раз, сделали разбор слова. И я, ну, хотя не понимала не очень тогда, но все равно я ходила. Я не пропустила ни одного служения. Оно мне нравилось. Это без пастора тогда я была. Я одна, слава Богу. Да, и проповедник проповедует и говорит такие слова. «Приближайтесь к Богу, и Бог приближится к вам». Это было мое откровение, что через проповедника Бог может говорить. Я так, знаете, оно так явно было, так ясно было, что я так раз говорю. Как так? Так, приближайся к Богу, и Он приближится к тебе, что ли. И будем разговаривать. Да, можем понимать друг друга, можем вот так, вот так. Оно пришло, мой дух. Я моментально это взяла, слава Богу. Вообще практикуйте. Это очень хороший момент в вашей жизни. То, что вы слышите. Знаете, вот не надо, что в вашей шкатулке только были, только, знаете, драгоценные камни. Употребляйте эти драгоценные камни. Пусть на это, на служение у вас будет вот это украшение. Пусть будет это. Не спрячьте. Так и слово откровения, то, что мы получаем. Я пошла, значит, стою на остановке, и это слово настолько, оно пришло на мой дух, на мои вены, наверное, на мои кости, на мой разум, на мою душу, что я стояла в этом остановке. Была зима, и раз трамваи начали, перестали этот работать, я стояла там, у меня была нужда. Я поздно имела детей, я стояла в этом остановке, я начала молиться Богу, и сказать Богу это слово. Проповедник сказал, приближайтесь к Богу, и он приближится к вам. Отец, у меня есть нужда, я сейчас приближаюсь к тебе, настолько это пришло на мою веру. У меня нет детей, ты знаешь, 9 лет. Нет, я хочу знать, прямо сейчас, хочу слышать, дашь ты мне или нет. Смотрите, такой ультиматум, да, кажется, но это была моя вера. Я слово получила, я сделала по слову, час назад получала слово, после часа я начала, знаешь, Богу говорить это, что ты говорящий Бог. Он сказал, проповедник, приближайся, он приблизится к тебе, тогда говори мне, да или нет. И у меня детей будет или нет. И знаете, как интересно получилось. Ну, там было дворники, я, потому что трамваи не ходили, Господь сделал такое, я не поняла, почему так. А я стояла, потому что мой дом очень далеко был, я не могла, ни такси, ничего, абсолютно такое место было, то здание, где мы собирались. И смотрю, дед подходит ко мне. Откуда-то! Подходит, я так раз, поворачиваю, чтобы этот дед не мешал мне. Потому что я же жду Бога, ангела, я не знаю кому. Лишь бы Господь говорил, это мне уже неинтересно, это его проблема. Хотя у Бога нет проблемы, это его задача, чтобы мне ответить по моей уровне. Этот дед стоит и стоит, так смотрю, думаю, не идет, не уходит. И раз слушаю голос Божий, спрашивай его, спрашивай. Я так явно это слышал, младенец. Я в восторге. Раз поворачиваюсь и раз его, этот, рука вот так держу, чтобы теперь уж, чтобы он не сбежал отсюда. Потому что, мне говорят, спрашивай, держу вот так. Ничего не говорит, не здравствуй, не... Дедушка, ты знаешь, у меня есть такой момент, 9 лет, и быстро говорю, чтобы он не ушел от меня. 9 лет у меня детей нету. А я сейчас Богу спрашиваю, искренне, как есть, дать мне или не дать. Дедушка, и деду учу, как он слышит Божий, говорю, не торопитесь, слушайте вашему сердцу. Господь, отправлю, я учу этому дедушку. Господи, прости меня. И знаете, что он сказал мне? Вот так палец ставил на меня, руку вот так освободил от меня. Палец ставил, говорит, будешь верить Бога, все будет у тебя. Для Бога нет ничего невозможного. Халлелуя! У нас говорящий Бог. Мы торопимся иногда. Или мы, знаете, вот так, пришел время, мы не делаем, и время уходит. Это тоже очень неправильно. Я сразу пришел, все, трамваи пришли после этого. Дед ушел, я не знаю, куда, откуда пришел, оттуда и ушел. Я пришла домой. Ну, конечно, пастор не понимает об этом. Человек пока нерожденный человек. Что я говорю, слушай, сегодня вот так пришел дед, вот так сказал, у нас будет детей, мальчиков, Господь дай. У меня постоянно было мальчик, и никогда девочку не просила. Так и Господь дал. Так и нужно мне сейчас. Как будто не могла бы одного девчонку просить у Бога. Могла, но сейчас уже поздно. Слава Богу. И посмотрите, как интересно. Аллилуйя. Прихожу домой, рассказываю. Я говорю, давай пойдем к Сергею Юрьевичу, моему пастырю, домой. Давай пойдем, спрашиваем это. А сердцем понимаешь, что это непросто. Сердцем уже, духом понимаешь, что это непросто. Это не случайность. И когда мы пошли к Сергею Юрьевичу домой, я это рассказывал. Я говорю, так и так. Вот так наша проблема. Вот пришел дед, так сказал. Я так спрашивала, Сергею Юрьевичу открыли это местописание. Очень легко. Говорит, посмотри. Это Бог говорил. А не ангел был. Я говорю, нет, он совсем не похож был на ангела. Такой нищеватый был такой дед. Пальто такое николайских времен. То есть старое пальто. И не похож. Говорит, ну, ангели, когда приходят, не приходят крыльями. Они приходят по образу человеческими. И все. И это слово начало действовать в моей жизни. Я постоянно сказала, будешь верить в Бога, Рузана, когда было у меня трудности в моей жизни? Я сказала, будешь верить в Бога, все будет у тебя. Для Бога нет ничего невозможного. Когда пришел ангел, это говорит Сарру. Халлелуя. Я взяла это жизненное пророчество. Очень часто сейчас, прошло 25 лет, я постоянно это говорю себе. Вспомни первое слово, которое Господь говорил тебе через этого деда или ангела, или человека. Я не знаю. Но он сказал тебе, будешь верить в Бога, все будет у тебя. Для Бога нет ничего невозможного. И это начало действовать в моей жизни. Каждый раз, когда у меня была сложная ситуация, я сказала это Божие слово. Слово шло впереди меня. Слово открывало путь. Слово открывало небеса. Потому что это Божие слово. Это его разговор. Амин. И я верю в свидетельство это. Я ободряю тебе, что возможно. И сейчас возможно. И завтра возможно. Не думай, что сейчас не получается, завтра не получится. Получится. Но получится так, как Бог хочет. Знаете почему? Потому что Он совершенный Бог. Он лучше хочет, чем ты и я. Он знает через месяц, что будет. Он знает через год, что будет. Он знает вообще через пять лет, что будет. Поэтому просто просите у Бога слово. Если Бог дать слово, Бог и будет соответственно работать над Его словом. Потому что пророк Исаия говорит, Бог стоит за каждым словом своим, чтобы исполнить. Если Он тебе и мне слово дает, Он исполняет. Дело в том. Он не дает, что мы были богатыми Его словом. Или какой-то речь были. Или какое-то свидетельство. Только свидетельство. Если Он дает слово, Он стоит за каждым своим запятаем. За каждой своей точкой. За каждым своим словом. Чтобы исполнить нашей жизни. Главное, что ты получи слово от Бога. Остальное Он делает. Это делает Его слово. Аминь. Иногда очень четко, часто мы говорим, я делал это. Да нет. Это ты получил слово, и Господь делал через Его слово. И ты видел Божию руку. И ты видел Божию благодать и благословение через Его слово, которое идет впереди тебя. Поэтому, церковь, мы не будем молчать сегодня. Мы будем сказать, дай слово, Отец. Ты разговариваешь. У тебя есть голос. Дух Святой – это Божий голос. Его Слово – это Божий голос. Хорошо, что Его Дух с нами. Почему я сначала читала, и в последнее время изоляю от Духа Моего на всякую плоть. Есть этот Дух. В Ветхом Завете, когда Господь захотел, тогда Он пришел на людей. А в Новом Завете Господь дал нам полное открытое небеса Духа Святого, что мы можем постоянно просить, постоянно умолять, постоянно молиться и сказать, Господь, дай мне слово. Потому что есть, и ты дашь слово для этой ситуации. Есть люди, которые, знаете, ситуации здесь годами стоят там. Почему? Они не просили, они молились, но не просили Слова. Слово открывает всякая закрытая дверь в вашей жизни. Это сто процентов, я вам говорю. Это есть так. Аллилуйя. Даже то, что ты похоронил уже, то, что ты говоришь опять, я буду копать такой запах. Нет. Господь придет на это. То, что ты будешь просить у Бога Слова. Аллилуйя. Слава нашему Господу Иисусу Христу. Посмотрите, есть две вещи. Вот эти стихи, то, что читают. Знают голоса моего. И другой стих. Слушаются. Поняли, да? Значит, знают, это что значит? Познавать. Знать. Иисус говорит, овцы мои знают голоса. То есть познавай его голос. Знай его голос. Проси его голос. А второе, то, что мы читали, это Иоанна 10, 27. Все слушаются. Посмотрите, это очень две важные. Знают и слушаются. Слушаются. Это услышат. Услышат. Узнавать. Понимать. Внимать. Познавайте его голос. Понимайте его голос. Слышите его голос. Это Господь хочет. Если бы он не хотел, эти стихи не были про этот, книга Иоанна. Если бы он не захотел этого. Просто, что мы, знаете, вот так практично жили, вот так. Жили, да жили. Спасение есть. Слово есть. Слава Богу. Верим и так далее. Он это не сказал. Потому что его голос нам нужно. Нужно. Часто хотим, что наши голоса шли впереди нас. Нет. Это не даст нам благодати и благословения. Наоборот. То, что построили, будем разрушить, если наши голоса идут. Если наши хотения только идут. Нет. Выходит, что идем впереди мы. Без Бога. А когда его слово. Недавно, несколько дней назад, был один такой момент. В моей жизни я молилась, я слово просила. Знаете, бывает, что днями молишься, и слова нету. Бывает, что секундально. С одной сестрой с Армении звонит, говорит, вот такой-такой нужда. Я говорю, и мне нужда. Давай помолимся за нужды. Молились. И тут же во время молитвы Бог говорит со мной. Я после этого, я говорю, слушай, Бог дал слово. Говорит, да ладно. Я говорю, прямо сейчас. И я знаю, что это слово идет впереди меня. Я знаю, что придет мир. Мгновенно мир пришел. Я уже пошла домой, совершенно другой человек. Я говорю, мир пришел. И мир дает. Если слово есть, он дает как раз-таки это хорошее знамение. Мир приходит на это слово. И ты берешь на это слово вот так, знаешь, вот так, очень крепко-крепко. И говоришь в твоих молитвах. И говоришь, тогда это сильно действует в духовном мире. Дьявол боится слова Божьей. Дьявол знает, что слово Божье идет впереди. Он не может идти впереди. И любая атака, то, что он будет атаковать, ты можешь говорить это слово. У тебя в руках есть меч. Я так делаю. И оно действует в моей жизни. Не только, знаете, это все моя практика, я вас рассказываю. И оно действует. И сто процентов будет действовать в вашей жизни. Аллилуйя. Посмотрите, как он разговаривал с Моисеем через терновний куст. Как он привлек этого человека, потому что он был мудрый человек. Он был, когда жил, знаете, в Египте, он был мудрецом. И же, знаете, его жизнь? Вряд ли по-другому, знаете, по такому. В таком, другом уровне он мог привлек. Но Моисея видел терновний куст. Горит, но не сгорает. Господь таким образом привлек этого человека и говорил то, что он хотел говорить Моисею. Халлилуйя. И сегодня он с тобой может говорить. Не то, что может, хочет говорить. Кто хочет, чтобы Бог говорил в его жизни? Я тоже хочу. Слава Богу. Не дай Бог, чтобы он молчал в нашей жизни. Пусть он говорит. Он праведный Бог. Пусть он обличает нас. Пусть он корректирует нас. Пусть он говорит, что хочет. Пусть он останавливает нас. Пусть он говорит, нет, не иди туда. Ты идешь в погибель. Пусть он говорит все, то, что ему нужно. Потому что мы те люди, которые рождены от его духа. Мы ждем, ожидаем. Только, знаете, те люди, есть люди определенные. Молись и смотри, Бог, что говорит тебе обо мне. Да, я помолюсь. Но Бог хочет. Может быть, это Ананя. Как Ананя. Помните, какой долгий разговор. Может быть, Бог хочет, чтобы тебе, знаешь, вот так сказать. Давай, иди на колени. Я хочу с тобой говорить. Как Ананя говорила. Я хочу адрес давать тебе. Я хочу просто четко говорить с твоим сердцем, что ты понимал, кто и где. Знаете, это очень важно, что мы сами ищем Бога, и мы сами хотим слышать Его голос. Ведь это здорово. Скажите, не так ли? Ведь ты можешь потом сказать, о, Бог говорил со мной. Вот так и вот так. Я молилась, или я читала, или я спал, или видение и так далее. Бог говорил со мной. Ведь это очень прекрасный момент. И будешь свидетельствовать людей, что Он говорящий, Бог. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Они знают голоса моего. Это значит, что Он знает своих и открывает им себя. Слышите? Он сам открывается в вас. Вы слышите меня, вы не слышите меня. Не попробуйте спать, пожалуйста. Потому что это очень важные моменты нашей жизни. Очень важные моменты. Он в себе открывает нас. Вы понимаете, что Он хочет? Не то, что мы открываемся перед Богом. Наши горе, наши счастья, наши слежи, наши радости. Он хочет открываться тебе, потому что ты Его дитя. Аминь. Аллилуйя. Поэтому очень важно, что мы слышим Его голос. Аллилуйя. Слава нашему Господу Иисусу Христу. Вот посмотрите, да? Он пришел. Иоанна. Давайте вот так. Иоанна 2 глава 5 стиха. Аллилуйя. Открыли, да? Матерь Его сказала. Помните, это первое чудо Иисуса Христа. То, что матери Его сказала служителям. Это была свадьба, чтобы мы все не читали. Что скажет Он вам, то сделайте. Что скажет Он вам, люди, то сделайте. Почему? Если бы они не слушали Иисуса Христа, они не видели это чудо. Вода не превратилась на вино. Но мать сказал, слушайте, что скажет Он вам, то сделайте. Посмотрите, как произошло это чудо. Мы смотрим чудо, мы говорим это. Видите, первое чудо Иисус так, так. Ну, как Он сделал это? Люди слушали, как Он говорит слово. И поэтому произошло чудо. Просто, но очень замечательно. Вот так и сейчас. Бог говорит, слушайте, что Он вам говорит, так и сделайте. Чтобы получать чудо, чтобы получать ответ от Бога, слушай, что Он говорит тебе, и так и делай. Вот, ответ полностью здесь. Не так ли? Так ли? Аминь. Аллилуйя. Итак, слава Богу. Я хочу, чтобы мы открывали 1 Иоанна 2.20. 1 Иоанна 2.20. Открыли. 1 Иоанна 2.20. Впрочем, мы имеем помазание от святого, и знайте все. И 27. То же самое 27. Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас прибывает. Слушайте внимательно. Кто помазан в этом зале? Поднимите ваши руки. В ком есть помазание Божие? Аллилуйя. Это хорошо, что ты признаешь, что ты помазанный человек. Потому что рожден свише человек, помазанный человек от Бога. Никогда не сомневайся, что у тебя есть помазание. Ну и что, что мы вчера ошиблись? Это не значит, что помазание ушло от тебя. Слава нашему Богу. Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас прибывает. И вы не имейте нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас? Давайте я еще добавлю. Как получить Слово Божие, как слышать Слово Божие по вас всему, и оно истинно и не ложное. То, чему оно научило вас, в том пребывайте. Все. Помазание есть в вас, получить это Слово. Помазание есть в вас, просто понимать это Слово. Помазание есть в вас, различать, отличать, кто говорит. Потому что у вас есть Божие помазание. Это достаточно нам, чтобы мы могли понимать, получать, знать, узнать от Бога, как Он говорит с нами. Не так ли? Аллилуйя! Слава Богу! Я хочу, что ты, Марямик, открыл Откровение 3.20. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя, народ Божий! Да, мы что-нибудь учим, да, хоть чуть-чуть, хоть слава Богу, да. Сесть, стою у двери и стучу. Бог говорит. Сесть, стою у двери, дверь это твоя сердце. И стучу. Если кто услышит, слышите? Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним. И он со мной. То есть полные гармония мы будем иметь, как этот Анания, что он ответил, он спрашивал. Они вместе уже понимали друг друга. И так далее. Он видел Божью руку и Божий ответ. Сесть, стою у двери и стучу. Если кто услышит. Каждый раз, когда что-то происходит в твоей жизни, Бог стучит в твою дверь, чтобы ты слышал Бога, чтобы ты открыл твой дверь, чтобы ты принял Его Слово, чтобы ты принял то моменты, которые Он хочет дать в твоих проблемных жизнях. Халлелуя! Это Бог, это Божье Слово. И каждый из нас должен тренироваться в этом. Сказать, да, я хочу слышать голоса твоего. Я хочу. Я хочу, что ты укрепил мою веру через голос, через Слово, потому что знаю, только тогда моя вера будет действовать, если придет твое Слово. Только моя вода будет превратиться в вино, если придет твое Слово. И я буду слышать это и делать так. Аминь? Это так. Потому что вы помазаны. Потому что помазание Божье учит вас. Неважно, кто говорит, кто проповедует, что сегодня проповедник есть, завтра нету. А Божий голос и Бог своим духом живет в вас вечно. Халлелуя! Уповайте на Бога! Сами ищите! Не будьте, знаете, христиане классического вида. Только читали 15 минут благочестия, слава Богу, 15 минут молитвы. Нет! Постарайтесь делать с духом это. Внутри, в внутреннем человеке делайте это. Бог будет отвечать. Бог, говорящий Бог. Бог сегодня говорит, кто имеет ухо, да слышит. Халлелуя! Я люблю, когда, знаете, такие моменты, я Богу говорю, говори со мной, говори, умоляю. Ты знаешь, я могу слышать тебя. Ты знаешь, я не раз слышала тебя. Говори этот раз. Мне интересно, что ты будешь говорить. Неужели вам неинтересно, что будет, Бог говорит? Конечно, иногда мы не ожидаем то, что Бог говорит. Но, слава Богу, халлелуя! Это выход. Это выход, сильный выход из положения. Это победоносный выход. Халлелуя! В Таразаконе 28 глава. Слово Божье говорит, если ты сегодня будешь слышать гласа Бога, Таразаконе, Ветх и Завет, тогда благословиться вот так, тогда ты так будешь, так будешь в поле, будешь в благословении дома, везде, на работе. Лишь бы ты слышал Его голос. Вся Библия учит нас об этом, как слышать Его победоносный голос, потому что бести, дьявол, духовный мир боятся от этого голоса. Халлелуя! Боятся они. Они трусятся. Они не любят этот голос. Но они признаются, что это Божий голос, и поклоняются. Халлелуя! Итак, Господь хочет, что сегодня ты и я были активнее люди, где мы можем слышать Его чудесный, небесный, божественный, сильный, помазанный голос. Халлелуя! Слава нашему Господу Иисусу Христу! Давайте будем молиться. Хотя я не проповедовала то, что написала. Слава Богу! Значит, это нужно, это надо нам. Халлелуя! Халлелуя! Хотела сказать о Самуиле, о Сауле, о Моисее, сказала о Гедеоне, хотела сказать, хотела о всех героях сказать, как они слышали, кто исполнил, кто не исполнил, кто слушал, кто не слушал. Но знаю, то, что сегодня было в твоей жизни слышно, оно будет действовать в твоей жизни. Халлелуя! Халлелуя, Отец Небесный! Господь, мы славим Тебе! На самом деле, Господь, Твой голос – это благословение для нас, Отец. На самом деле, Господь, мы хотим, что Ты не молчал в нашей жизни, драгоценный Бог. На самом деле, Господь, мы хотим сегодня двигаться по голосу Твоему, по слову Твоему, Отец. Мы хотим, Отец, что наша вера была укреплена Твоим Словом, Отец, во имя Иисуса Христа. Мы хотим, драгоценный Бог, понимать, узнавать, признавать Твой голос, Отец, знать, как Ты говоришь сегодня, Отец. Благослови сегодня наша церковь, благослови моих братьев и сестер, чтобы воистину они слышали голоса Твоего, чтобы они жаждались слышать голоса Твоего, чтобы они молились и ожидали Тебе, Отец, чтобы они сделали правильнее жертвы, где есть там Твой голос, Твоя речь, Твое Слово во имя Иисуса Христа. Благослови, Отец, моих братьев и сестер, благослови их, Отец, во имя Иисуса Христа. Благослови их, Господь, чтобы они просто приняли это, Отец, чтобы они на самом деле хотели слышать стучи их в сердце, Господь, посетим, Отец. Благослови, драгоценный Бог, чтобы на самом деле Твой разговор в нашей жизни никогда не прекращал, Отец, во имя Иисуса. Благословляем Тебе, любим Тебя, Господь, спасибо Тебе, драгоценный Бог, что Ты говоришь с нами. Благословляем Церковь, Господь, Твою голубицу, каждой брата и сестру, Отец, которые слышат голоса Твоего. А те люди, которые не слышат, Отец, просим Тебя, чтобы Ты научил через Духа Святого Твоего, Отец, чтобы они могли слышать голоса Твоего, чтобы они могли спрашивать Тебе, Господь, чтобы они могли приближаться к Тебе. И мы знаем, Ты будешь приближаться к нам, Отец. Спасибо Тебе, Святой Божий, спасибо Тебе. Спасибо за Твою помазанную, Господь, то, что Ты помазал Церковь в Свою, Отец. Спасибо Тебе, Господь, что мы через Твое помазанное учимся внутри, Отец. Спасибо Тебе. Благословляем Тебе, славим Тебе, хвала и поклонения добудем Тебе Отцу, Сыну и Духу Сготовану. Аминь. Вообще слава пройдет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok